День добрый, дорогие друзья! Представляем вашему вниманию анонс аукциона 547. И первый лот – это картина Константина Вещилова «Капри». Вещилов Константин Александрович – русский живописец, график, сценограф. Окончил Академию художеств золотой медалью любимой ученика Леи Репина. Вещилов обучался у Репина еще до поступления в Академию художеств в студии подготовки к высшему художественному образованию княгине Тенищевой, где Репин в то время преподавал. В Академию художеств в класс к Репину старались попасть многие. Среди его учеников – Филипп Малявин, Борис Кустодель, Иван Билибин, Николай Вешин, Анна Остранова-Лебедева, Игорь Крабарь и многие-многие-многие другие. Вещилов сразу легко попал на обучение к толь прославленному учителю. Репин тепло относился к Вещилову, оказывал ему всяческую поддержку и в том числе материальную. Константин жил в служебной квартире Репина, а летом бывал на его даче, дружил с сыном Репина Юрием. Илья Ефимович пророчил Вещилову большую известность на поприще исторического живописца-монументалиста. И начинал Вещилову действительно как исторический живописец. На диплом он представил свою работу Иоанн Грозный после Казанских побед. За нее он и получил золотую медаль и право на пенсионерскую поездку в Италию, во время которой он и написал работу Капри, представленную сегодня у нас. Первая мировая война застала художника на Капри. И по возвращению в Петербург в 1915 году на весенней выставке он представил около 20 привезенных итальянских пейзажей, среди которых с большой долей вероятности была и наша картина. Художник на протяжении всей жизни будет обращаться к теме итальянских пейзажей, и они будут невероятно востребованы и популярны у публики. Солнечные, яркие, гармоничные – такие картины несут в себе радость и солнечное тепло. Именно благодаря таким картинам мы знаем, любим и узнаем кисть Вещилова. Осталось лишь напомнить, что картина написана в 1915 году. И это дореволюционный, самый дорогой период творчества художника. Картины именно этого периода являются столь востребованными на мировых аукционах. Александр Альтман – французский живописец и график, художник русского зарубежья, представитель Парижской школы. Его называют французским художником, но относят к русским ампрессионистам. Еще при жизни его работы высоко ценились и приобретались различными музеями. Одна из основных тем в творчестве Альтмана – пейзажи в разное время года, часто с видом на реки, каналы, озера. Мастера привлекала многообразие фактур и возможность создавать особые живописные эффекты, такие как игра бликов и волны поверхности воды, отражение пейзажа в воде. В данной работе художник не использует грунт и оставляет незаписанные участки с естественным цветом холста, включая их в общее художественное решение. Такой прием художник применял в своих ранних работах, которые значительно больше ценятся на арт-рынке. Георгий Пожидаев, Обнаженная, 1920-е годы Пожидаев Григорий Анатольевич – художник театра и кино, живописец, график, иллюстратор и яркий представитель искусства русского изрубежья. Брал уроки в рисовальной школе у Циоклинского. В Московском училище живописи вояне и изучества обучался у Архипова и Касаткина, а в Академии художеств посещал занятия Кордовского из Алимана. Начал карьеру театрального художника, сотрудничая с балетмейстером Глизовским. Оформлял его постановки в различных театрах, в том числе в Большом театре. Навсегда покинув Россию, в 1920 году взял творческий псевдоним Георгий или Жош Пожидаев. По миграции обосновался в Париже и много работал как театральный и кинохудожник. Писал портреты деятелей культуры, участвовал в художественных выставках. Последние годы жизни отошел от сценографии и писал в основном пейзажи Прованса и Парижа и натюрморты. Большую роль в творчестве также занимал жанр ню. К образам обнаженной натуры Пожидаев обращался на протяжении всей жизни, но наиболее активно в ранний период, в 1920-х годах. Обычно девушки, как и на представленной сегодня у нас картине, предстают на нейтральном фоне драпировок, что позволяет сделать акцент на красоте женского тела, его нежности и пластике. Скульптура Владимира Немухина – посвящение Владимиру Яковлеву. Владимир Немухин – нонконформист, представитель второго авангарда, участник Леонозовской группы. Начинал с фигуративности, кубизма, лирической абстракции. С 1960-х годов художник развивал прославивший его мотив игры в карты. Абстракции становятся пасьянцами и, наоборот, появляются портреты карточного персонажа и метафизические сцены. Владимир Немухин работал и в жанре скульптуры. Его скульптура – это всегда конструктивистские решения, строгая геометрия, выполнена в бронзе, дереве и даже в фарфоре. Его серия посвящения отсылает к идеям того или иного художника. Эти скульптуры – визитные карточки, которые кратко резюмируют характерные черты художника или же собирают все, что останется после. Все эти скульптуры так или иначе отсылают к мемориальным памятникам. Все скульптуры, по словам Немухина, возникли у него абсолютно интуитивно. Скульптура для меня – внутренняя потребность. Я занимаюсь скульптурой, потому что скульптура – пластическая душина. Она живет внутри меня. Представленная у нас скульптура является авторским экземпляром и прототипом для создания последующих тиражных работ. Посвящение Яковлеву выполнено в белом цвете. А белый для Немухина – это не просто цвет. В 1980-х он создал белый цикл. Зверев сказал, если бы его не написал, ты бы не спасся. После этого цикла белый приобрел у Немухина другое значение. Появилась отсылка к авангарду. «Русское искусство очень обязано белому снегу, который дает нам ощущение космоса. Для меня лично белое – это духовный свет», – говорил Немухин. Творческий багаж Немухина насчитывает 1200 картин, более 2000 рисунков и более 50 скульптур. Соберите свою уникальную коллекцию скупитькартины.ру